Вечер, добрый дорогие друзья, с вами Квантум. И сегодня мы продолжаем серию роликов, в которых я помогаю определиться с выбором ноутбука. Встречай! Lenovo Ideapad Gaming 3. Сегодня мы проведем тесты, посмотрим на ноутбук и пощупаем его в руках. И по классике начнем с корпуса. Корпус у нас пластиковый и очень маркий. Но это не проблема, потому как все быстро отмывается. Что касательно начинки, на борту Lenovo Ideapad Gaming 3 установлен 6-ядерный 12-потоковый процессор AMD Ryzen 5 4600H, 8 гигабайт оперативной памяти DDR4-3200 МГц и SSD диск на 512 гигабайт. Кстати, память здесь можно апгрейдить без потери гарантии. Ну а для того, чтобы по достоинству оценить графику, ноутбук снабжен 15,6 дюймовой матрицей, выполненной по технологии IPS. С разрешением Full HD 1920 на 1080 пикселей. При этом есть варианты и на 120 герц. Что же касательно графики. За графику отвечает Nvidia GTX 1650 Ti. Далее, когда мы проведем тесты в играх, посмотрим на что способна эта карта. И что самое главное, как покажет себя процессор от AMD. Учитывая опыт прошлого обзора, там ноутбук тоже кстати был на процессоре от AMD. Было все здорово. С начинкой разобрались. Перейдем к портам коммуникации. Начнем пожалуй с левой стороны. Здесь находится разъем питания, LAN кабель, HDMI, USB 3.0, USB Type-C и разъем аудио 3.5. Что касательно правой стороны, здесь расположился USB 3.0 и шахта охлаждения. Кстати, меня лично удивила шторка на камере. Потому как лично я видел такое впервые. Что касательно автономности работы. Здесь все очень даже хорошо. Lenovo Ideapod Gaming 3 оснащен аккумулятором емкостью 45 ватт-часов. Который может продержаться до 9 часов вдали от розеток. Это если ты конечно игры запускать не будешь. А все благодаря новому энергоэффективному процессору от AMD. Кстати, за этот сэмпл хочу сказать спасибо DNS. Это крупнейшая сеть электронной техники в России. Ну что, вкратце пробежали по всем основным аспектам ноутбука. Ну что же, переходим к самому интересному. Это тесты. Посмотрим на что способен этот малыш. И в этот раз я подготовился основательно. В левом углу ты увидишь вот такое окошко. Это монитор, который показывает количество FPS, нагрузку процессора и нагрузку видеокарты. Тесты сегодня будут интересными и детальными. Но начнем мы конечно же как ты понял с нашей любимой GTA 5. Игра конечно же морально устарела. Но в силу постоянных обновлений игра менее требовательной не становится. Предлагаю ознакомиться с настройками графики. Переходим в раздел графики и как ты видишь разрешение 1080p. Сглаживание включено. Населенность города максимальная. Качество текстур очень высокое. Качество шейдера высокое. Качество теней высокое. Качество воды, частиц травы все высоко. Настройки выставлены очень высоко. Посмотрим на производительность. Смотри, в начале мы получаем 80 кадров в секунду. Пересекая домашнюю зону, зону спавна мы видим, что фпс наш уменьшается. В среднем мы получаем 72 кадра в секунду. Как мы видим это густонаселенный район города. И здесь мы получаем минимум 70 кадров в секунду. В среднем 75 кадров. Если же выводить средний показатель по всей игре, мы получим 65-70 кадров в секунду в среднем. Это достойный результат. Важное замечание. В этот раз я захватываю экран немного иначе. Захватываю я экран через карту видеозахвата Recentral. И через нее вывожу видео. Потому как монитор с счетчиком кадров ни в какой не хотел запускаться с программой для захвата видео. И потому что данный монитор совсем не оптимизирован. В графе видеокарта отмечается встроенная видеокарта. AMD Radeon Vega. А работает графика GeForce. Именно поэтому раздел видео почти всегда на нуле. Далее предлагаю запустить просто ночной кошмар каждого компьютера. Metro Exodus. Сразу оговорю, что игру я выставил на минимальные показатели графики. К сожалению продемонстрировать настройки графики я не смогу. Потому как я забыл их показать. Что мы видим? Перемещаясь по улице количество кадров прыгает от 40 до 65 кадров в секунду. При входе в здание значение кадров увеличивается. Выйдя на улицу и осмотрев все территории. Мы понимаем, что среднее количество кадров останавливается на отметке в 45 кадров в секунду на настройках минимум. Но если же графику выставить на максимум, думаю ноутбук выдаст 20-25 кадров в секунду. Следующая игра не менее интересная в плане тестов. Встречай Red Dead Redemption 2. Моментально предлагаю прогуляться в настройки графики. Переходим в настройки. И как ты видишь разрешение 1080p. 1920 на 1080. Поехали. Качество текстур ультра. Фильтрация X16. Качество освещения среднее. Качество текстур ультра. Качество теней высоко. Качество воды высоко. Все ползунки в разделе высоко, ультра и среднее. Тем самым мы получаем максимальные настройки графики. Смотрим на результаты, которые продемонстрируют устройство. Начинаем из прекрасного города Валентайм. И тут же меня радует количество кадров. 30 кадров в секунду. 31 кадр. Мы не падаем ниже 30 кадров. Предлагаю выехать за пределы города и посмотреть, что произойдет с кадрами. За пределами города мы имеем от 30 до 33 кадров в секунду. Слушай, ну кадры прям очень стабильно держатся. Они не падают ниже 30 кадров. И не поднимаются выше 35 кадров. В среднем мы получаем 31 кадр в секунду. А поиграв в игру и побегав по карте, в некоторых моментах, итого мы ловим 36-40 кадров в секунду. То есть вывод, волатильность количества кадров очень низкая. Соответственно, если мы ставим настройки графики на средние, мы получим 40-50 кадров. А если мы поставим чуть ниже среднего, мы получим 60 и более кадров. Ну что же, идем дальше. Следующая игра Shadow of the Tomb Raider. Моментально посещаем настройки графики, чтобы не быть голословным. Как ты видишь, 1920 на 1080 на 1080p. Конфигурация высокая, качество текстур высоко, качество теней среднее. И тисселяция, засветка, эффект скорости, все включено. Смотрим на показатели монитора. Также, несмотря на высокие настройки, мы имеем вполне себе приятный показатель. Начинаем мы, конечно, с 46 кадров, это не так много. Но далее нас сопровождает в среднем 50 кадров. С просадкой до 43. Пройдя немного далее, мы получим 50-57 кадров в секунду. Если же усреднять показатель количества кадров по всей игре, мы имеем 49-50 кадров. Далее идет просто безумный контрол. Моментально отправляемся в настройки графики. А взгляни, разрешение по-прежнему 1080p 1920 на 1080. Детализация предметов средняя. Разрешение текстур низкое. Объемное освещение среднее. В общем, показатель чуть ниже среднего. Это автоматический конфиг, который сам выставил ноутбук. Погнали смотреть, что происходит с количеством кадров. Здесь примерно такая же история, как и с Red Dead Redemption 2. Ниже 40 кадров мы не падаем. И это очень приятно. В моментах на особо крупных локациях, где очень много противников, мы получаем в среднем 37 кадров в секунду. Ооо, я не устаю повторять, как же мне нравится разрушение в этой игре. Разрушаются абсолютно все декорации. Абсолютно со всем можно взаимодействовать. Побольше бы таких игр. Средний показатель по игре это 40 кадров в секунду. Поэтому, как на больших локациях мы имеем 37-39 кадров. На закрытых пространствах 45-50 кадров. Следующая на очереди Doom Eternal. Не смотри на управление. Я машу нет. Не потому, что я говорю нет. А потому, что я управлял с тачпада. Я убрал все. Собирался выключать ноутбук. И вспомнил про то, что я загружал Doom Eternal. Ну и решил в него поиграть прям с тачпада. Ну что же, настройки. Графика у нас, как и ранее, 1080p. И в остальном стоит абсолютный кошмар. То есть, в игре ультра настройки графики. Смотри, что мы имеем. 45-50-55 кадров во время схваток. Хороший показатель, учитывая то, что во время игры ниже 45 кадров я ничего не ловил. Среднее значение по игре Doom Eternal мы имеем 52-53 кадра в секунду. С учетом настроек графики абсолютный кошмар. То есть, это ультра настройки. А если же ты усреднишь значение, то количество кадров получишь выше 100. Вот такое вот Doom Eternal. Подводя итоги тестов, хочу выразить свое удивление. Во время тестов ноутбук не выходил на взлет. То есть, его было почти не слышно даже при тестах Red Dead Redemption 2. На фоне всего этого можно сделать вывод, что на процессорах AMD еду, к сожалению, разогревать нельзя, как об этом гласили легенды. Также, подводя итоги тестов, хочу отметить, что почти все игры запускались в настройках максимум. Даже в таких настройках мы получали неплохой результат. Но, как показывает практика, большинство людей даже не замечает разницы между высокими и средними настройками. Для большинства вообще плавность важнее всего. И они выставляют настройки на минимум. С таким раскладом в некоторых играх можно перебороть планку выше 100 кадров в секунду. На этом обзор подходит к концу. Ссылка на ноутбук будет в описании. Переходи по ссылке, ознакомливайся с ним. Пиши в комментариях, как тебе ноут. С вами был Кавантум. И сегодня жди новый ролик. До скорых встреч.